Сейчас мы послушаем про то, как мы в Циане готовили Кассандру, как мы ее разделяли и про все наши приключения, которые нас ожидали на этом пути. Собственно, как я уже говорил, меня зовут Никита, я руковожу отделом системных администраторов в компании Циан. В администрировании уже около 10 лет, больше чуть. В Циане работаю уже примерно 3 года. Про Циан уже наверняка все слышали. У нас где-то 11 миллионов фунников в месяц. То есть 11 миллионов человек через наш сайт покупают или арендуют какие-то операции с недвижимостью. Мы помогаем им делать какие-то операции с недвижимостью ежемесячно. Не так давно мы стали ресурсом федерального уровня. И теперь у нас уже есть офисы в Москве, в Питере. Хочется сказать пару слов про нашу инфраструктуру. Это наиболее такие интересные компоненты. Там написано, то есть Elastic, HashCorp стек у нас, Nomad, Console. Все это готовится, микросервисы на этом всем крутятся достаточно хорошо. В принципе, MySQL, Hadoop есть кластер. И, конечно же, Cassandra. Cassandra мы начали готовить примерно 3 года назад. Собственно, про нее мы сегодня поговорим более детально. Основные языки программирования у нас это Python, Noda, ну и Sharp. Собственно, в 2016 году прилетела нам задача от бизнеса. Бизнес захотел, чтобы мы хранили изменения объявлений на сайте очень долгое время, ну практически вечно. Также от нас попросили хранить все объявления вечно. Ну, то бишь, так захотел бизнес. Зачем это надо делать? Наверное, для того, чтобы… Ну, то есть это надо было для того, чтобы человек, например, разместил объявление, сдача квартиры. Например, сдал эту квартиру. У него кто-то ее арендовал, все хорошо. То есть потом прошло полгода, от аренды отказались. Ну, он опять взял, восстановил объявление из архива, все хорошо. То есть он не тратит много времени на то, чтобы проводить такие рутинные, казалось бы, операции, и он счастлив. То есть, ну вот, мы хотели реализовать такой функционал. Собственно, мы эти требования восприняли от бизнеса и внутри себя посовещались в IT-шечке и решили, ну поставили свои требования для технологий, на которые мы можем это реализовать. Соответственно, технология должна быть хорошо… Ну, хорошо уметь масштабироваться. То есть мы должны добавлять туда сервера, горизонтально масштабировать ее очень легко и непринужденно, чтобы это не доставляло нам боли и не требовало каких-то там страшных административных и денежных ресурсов. Собственно, необходимо было… Технология должна была быть отказоустойчивой. Это, наверное, требование общее вообще ко всем технологиям, которые у нас внедряются. Все стараемся кластеризировать, там, как-то реплицировать и так далее. Ну, это очевидно, наверняка все тут тоже так делают. Вот. Скорость записи важнее, чем скорость чтения. Ну, это тоже… Нам тогда казалось, что это так будет, потому что, ну, записей изменений намного больше, и их пишется больше, потом читается не всегда или редко. То есть реже намного читается, чем пишется. Поэтому мы сделали такое как предположение. Оно, в принципе, потом оказалось правдивым. Вот. Выбирали мы из такого стека технологий, но это финалисты. Я не буду останавливаться на плюсах и минусах каждой из этих технологий, чтобы не разводить этот холивар. Вот. Но мы, опять же, посовещались и решили, что остановим свой выбор на Кассандре. Вот. Собственно, вот почему. Кассандра умеет… Ну, ее фичей как бы является… Она умеет быстрее писать… В нее можно быстрее писать, нежели читать. Можно масштабировать легко, достаточно. То есть добавляешь ноды, она растаскивает туда данные, все хорошо. Ну, опять же, есть нюансы, но в идеальном, скажем так, юзкейсе все, в принципе, нормально. Вот. И ключевой фактор, один из ключевых, это множество точек чтения записи. То есть у нее нет какого-то мастера, там, например, во многих других технологиях есть там мастер-слейф или даже, ну, я не беру пока мастер-мастер, например, там от Percon еще кто-то. Есть какое-то время, когда проходят выборы и решается, кто папа, ну, во время каких-то неполадок. То есть в Кассандре такого нет. У нее в любую ноду пишешь, там какая-то нода… Ну, об этом более детально сейчас попозже поговорим. То есть у нее нет одной точки записи. Вот. Ну, собственно, решили, давайте запускать процесс внедрения. Процесс внедрения состоял из таких некоторых рутинных действий. Заказали сервера, нас втапили туда ОС, написали… Тогда у нас оркестратором был Ansible, и мы написали просто роли для Ansible, и, собственно, раскатили Кассандру. Настапили таким образом первый кластер. Первый кластер выглядел примерно вот таким образом. То есть мы решили сделать изначально два дата-центра. В одном четыре ноды, в другом одну ноду. Просто для того, чтобы, ну, они были геораспределены. Один дата-центр был в Москве, другой в Питере. Отчасти это сделано для того, чтобы можно было конкурентом, ну, в разные дата-центры запросы делать, чтобы они друг на друга не влияли. И отчасти, если там, например, в Москве там, не знаю, дата-центр взорвется, то у нас в Питере есть все данные. Как бы, вот. Ну, поначалу все было хорошо, и это работало. Но изначально у нас было примерно 50 гигабайт данных. Ну, вот когда только начали, только внедрили технологию, туда каких-то данных налили, и вот как-то так все работало. Но потом, по ходу того, как количество данных росло, по ходу того, как, ну, кластер тоже надо было растить. Соответственно, вот такие проблемы у нас возникли. Надо было успевать масштабировать. И это, ну, как бы, есть такие, бывает, надо отслеживать четко, когда количество данных на кластере уже такое, что надо добавлять ноды. Если этот момент упустить, и, например, данных станет очень много, ну, там диски будут, например, заполнены там на 90%, например, и вы тогда захотите добавлять ноды, тогда добавление новой ноды, возможно, принесет вам некоторую боль, и это будет намного, скажем так, скажется на производительности кластера намного сильнее, если вы будете добавлять их вовремя, когда там диски еще свободны, и данных не так много в кластере. Ну, условно, он не забит там и не в полке. Вот. Ну, Repair Affected производительность. Мы как старались репейрить регулярно, хотя Repair — это отдельная тема, о ней чуть позже поговорим. То есть, и это, в принципе, ожидаемо, потому что в доке везде написано, что Repair действительно может эффективить производительность. Его надо делать не в прайм-тайм, по ночам, в временах, когда трафика не так много. Надо было как-то изолировать нагрузку, то есть изолировать запросы, чтобы тяжелые запросы не эффективно, можно было их выполнять параллельно, и одним запросом нельзя было положить весь кластер, условно. Также мы почти сразу начали юзать Lusen. Это тоже отдельная штука, она тоже может нехорошие вещи с кластером делать. Были такие запросы, которые просто колом дата-центра становился, время ответа космическое и все. Ну и на горизонте замаячила нужда обновления с 2.2.6 до 3.10. Собственно, мы, разработчики захотели некоторые фичи и поставили нам вот такую вот хотелку, что хотим новые фичи, хотим новую версию. Окей, хорошо, собственно, вот как мы решали эти проблемы. Добавляли еще серверов, начали репейрить, то есть репейр по дефолту, он как бы под капотом, там просто пачка репейр в токенранжами. Но мы начали просто этот процесс проводить более управляемо, указывать конкретно, какие токенранжи репейрить, дожидаться того, когда там закончатся компакшены и так далее. То есть сделали этот процесс таким более управляемым. И нагрузку мы изолировали методом, пустили в другой дата-центр. Собственно, как известно, в Кассандре изоляция достаточно неплохая. Ну, вот. Также обновление. Обновление — это отдельная тема. У нас было два пути, как обновлять. Один из путей — это по книжке, rolling upgrade, обновляем каждую ноду последовательно, ну, там целый процесс. То есть, но может возникнуть ситуация, в которой у вас, например, кластер наполовину обновился, потом какое-то обновление прошло, например, с ошибкой, а это ночь, условно, там уже подходит к концу, прайм-тайм скоро, кластер еще не дообновлен, то есть могут быть какие-то форс-мажоры. Нам такого не хотелось получить у себя на бою, а обновлять боевой кластер как-то надо было. Поэтому мы решили построить еще один кластер рядом, уже с новой версией, и переливать данные в него и со стейблодером. Собственно, так мы и делали. Вот, собственно, зачем. Но мы построили кластер больше и новой версии, и, собственно, в него мы переливали данные со стейблодером. Это было под покровом ночи в праздничные дни, и, в общем, доставило нам некоторую боль, потому что компонент, который требовал… То есть мы брали, ставили read-only на кейс-пейс, в это время, пока read-only на кейс-пейс, мы переливали со стейблодером, потом переключали компонент на новый кластер и убирали read-only на кейс-пейс. И так каждый кейс-пейс мы потихоньку перетащили в новый кластер с новой версией. Собственно, ну, все, казалось бы, просто. Но в итоге мы получили кластер из большого количества нод с новой версией Кассандры, и все, казалось бы, вот оно счастье. Но как-то нет. То есть прирост данных все еще происходил. На больших… У нас были несколько больших кейс-пейсов, и на них их тоже, ну, как и все остальные репейрили, на них все равно репейр как-то аффектил, то есть ощутимо. И, соответственно, надо было как-то это тоже нивелировать, как-то с этой проблемой бороться потом. Иногда бывало, там, ну, кто-то либо по ошибке, либо просто делал, там, запрос, например, с кассинси-си-олл, и это, соответственно, аффектило все дата-центры, все ноды, все кластера, то есть, ну, такое бывало. Но это как частный случай, то есть такое. Ну, обновление прошло с даунтаймом. Собственно, такого второй раз, наверное, ну, мы себе позволить не могли, и надо было разработать какой-то процесс, который позволит нам проводить такие манипуляции, то есть перетаскивать данные из кластера в кластер, или, ну, как следствие, как средство для обновления, без проблем сделать это рутинной операцией, то есть уметь это делать в прайм-тайм. Мы, опять же, посовещались, и, ну, какие могли быть решения этого вопроса. Можно было, ну, большинство проблем решило бы просто дальше продолжать размазывать на, ну, больше нод добавлять, но это решило бы лишь часть проблем. Вот. Как известно, в Кассандре всегда лучше иметь много маленьких нод, чем мало больших. То есть, ну, это такой, скажем так, постулат, которого желательно придерживаться. Мы решили все-таки разделить на несколько кластеров. Это показалось нам таким себе железобетонным решением, которое просто изолирует нагрузку компонентом в рамках одного кластера, который железобетонно не будет влиять никак на другой кластер и так далее. Вот. Собственно, решение принято, выбрали этот путь и поехали его реализовывать. Ну, первые шаги реализации были… Вот сначала взяли, разделили кейспейсы на несколько типов. Были кейспейсы, в которых было не так много данных, но в них там, как это было, и чтение, и запись примерно там в равномерном соотношении. Были кейспейсы, в которых было очень много данных, и в них почти только запись была. Ну, это как бы идеальный хороший юзкейс, все хорошо. Вот. Мы их отделили в отдельный кластер. Горячий кейспейсы отделили в еще один кластер, и у нас тоже одно время был антипаттерн знаменитый, вот от которой очереди на Кассандре, когда много удалений, много записей, много чтения, потом пачки томстоунов, миллиарды и так далее. Вот. Ну, его тоже отделили в такой себе гетто-кластер, которым оно там работало, никого не трогало, никому не мешало. Вот. Ну, запросы никак не могут выйти за рамки кластера, то есть это уже разделено на уровни, не знаю, там, сети. Вот. Обновление проходим, обновляем без даунтайма. То есть нам надо было разработать процесс, как обновлять без даунтайма, как переносить данные. Мы это, собственно, и сделали. Ну, это не то чтобы разработка, этот процесс проводился в других компаниях тоже, об этом известно, но он нигде не описан явно, и хотелось бы его проговорить просто по пунктам, чтобы было понятно, как это делать на практике, что это success story, и так можно делать. Вот. Собственно, процесс. Ну, мы начали стопить еще пять кластеров рядышком, в которые мы потом будем переносить данные. Опять же, немножко рутины. На тот момент нашим оркестратором стал уже салт, мы переехали в него, протюнили ОС, протюнили Кассандру, установили все. То есть первый кластер мы стопили где-то четыре часа, потом, ну, пока там тестили роли, пока накатывались из CTL-ки и прочее, прочее. Остальные кластера мы стопили где-то в районе до часа. Причем где-то 40 минут из этого была там установка ОС, ну, или 30. В итоге получили примерно такую картинку. У нас есть пять независимых кластеров, в них разное количество нод, в каком-то больше, в каком-то меньше, соответственно, ну, по соотношению данных. То есть где-то большие кейспейсы, где-то кейспейсы поменьше, их побольше. Где-то там менеджмент кластер, в котором по большей части какой-то менеджмент функционал, то есть они на продакшене используются косвенно. Осталось дело за маленьким. Собственно, перенести данные из основного нашего одного кластера с несколькими дата-центрами в наши несколько кластеров, в каждом из них по одному дата-центру. Ну, так решили. Казалось бы, всего ничего. Собственно, ShadowWrite — это такой тезис, который мы дальше будем вокруг него вести обсуждение. Собственно, дублирование операций модификации второй кластер. Мы проводили миграцию, используя как раз вот эту надстройку, ну, этот параметр драйвера приложения. Соответственно, для того, чтобы реализовать перенос данных из кластера А в кластер Б, приложение должно обладать некоторыми качествами, то есть или подходить под некоторые критерии. Первое — это надо иметь отдельный connection string на каждый кейспейс. Это обязательно. Надо иметь какое-то внешнее хранилище настроек приложения, чтобы динамически можно было менять их, то бишь записать их туда, приложение потом оттуда их считало, без перезагрузки, без ничего, и за какой-то короткий период, например, раз в 10 секунд, оно перечитывает оттуда настройки, применяет их сразу же и пересоздает все подключения, которые у него были, ну, то есть применяет все новые connection string и пересоздает все подключения в соответствии с ними. В нашем случае это используется табличка в той же Кассандре runtime settings, в которой приложение ходит раз в 10 секунд и берет оттуда настройки свои, которые применяет сразу же в течение 10 секунд. Вот. Соответственно, есть, вот рассмотрим процесс детальней. Есть у нас приложение, оно, например, ходит в кластер, все хорошо, то есть, ну, все работает. Окей, нам надо, вот это, как будем считать, это primary connection. Теперь нам надо поместить в это динамическое хранилище настроек, мы там вставляем connection string, меняем и делаем там shadow connection, то бишь connection string становится таким себе JSON-чиком, в котором есть первая группа хостов и вторая группа хостов. На вторую группу хостов, соответственно, уходят сейчас все операции модификации. Мы как все, то есть на первом кластере у нас, получается, есть все данные, которые были до этого момента, плюс те, что появились с момента применения новых connection string-ов. На втором кластере у нас есть только данные, которые появились с момента применения connection string-ов. Соответственно, их там чуть-чуть. Мы посмотрели там на графике, увидели изменения live case space disk usage и estimated row count, например, в Cassandra, и, ну, действительно, данные поступают. Все хорошо, идут два кластера. Вот. Теперь нам надо переместить те данные, которые были в старом кластере в новый. Ну, окей, соответственно, мы просто запускаем ss-table loader, ну, немножко можно подетальнее остановиться на этом процессе. Берем просто с помощью салта со всех нод вытаскиваем ID-шники ss-table, их формируем в какой-то списочек, и потом по каждому хосту пробегаемся, и каждый ss-table этого кейс-пейса, который мы переносим в данный момент, мы просто вгружаем в другой кластер. Тут можно вгружать с одной ноды на одну ноду, можно вгружать с многих нод на многие ноды. Надо просто аккуратно это делать, чтобы не положить там сеть, например, или не убить там кластер, ну, не убить кластер назначения compaction-help, не создать там и так далее. Вот. Итак, ss-table loader грузится, все хорошо, догрузился. Вот. Таким образом мы перенесли кейс-пейс, но данные все еще пишутся в два кластера. И сейчас мы меняем shadow и primary connection местами, то есть мы делаем primary connection, ставим на новый кластер. Соответственно, сейчас у нас есть очень хороший момент, когда мы можем понять, что все прошло хорошо, и еще рубильник не переключен, то есть мы еще можем откатиться. Мы сначала проверили, все прошло хорошо, данные переехали, все прекрасно, приложение Cassandra отвечает с нормальной скоростью, приложение не деградирует при обращении к Cassandra, и только после того, как мы удостоверились, что все хорошо, мы рубим рубильник и отключаем shadow write на старый кластер. Это точка невозврата, мы уже как бы все таким образом переехали одним кейс-пейсом в новый кластер. Ну, как бы супер. То есть вот подобные операции мы повторяем еще, ну, то есть на каждый кейс-пейс, вот это мы переехали одним кейс-пейсом. Также, собственно, вы переносите все оставшиеся кейс-пейсы, и в итоге имеете перенесенные все данные в новый кластер Cassandra. В принципе, это как бы работает, и это хорошо. Но тоже в этом процессе нас ожидали некоторые, скажем так, подводные камни. Ну, во-первых, надо тротлить и со стебл лодер, как я уже до этого сказал, потому что он может скоростью, ну, то есть он сразу будет выжирать столько, сколько может. То есть надо аккуратно к этому подходить, и это опытным путем на ходу уже выясняется. Материализованные вьюхи, которые мы, ради которых мы, собственно, обдавлялись на Cassandra, как только вы переносите часть ss-table в кластер назначения, у вас они начинают все создаваться на всех нодах. Тут надо обратить внимание на параметр concurrent materialized viewbuilders, и, возможно, его подтюнить перед тем, как начинать этот процесс, для того, чтобы не все сразу, а там одна, например, создавалась в один момент времени, а не все сразу. Плюс можно, например, стопнуть этот процесс на каких-то нодах и билдить его последовательно. Ну, мы, собственно, так и делали. То есть мы не везде сразу билдили эти вьюхи, а последовательно, чтобы как бы это не аффектило сильно кластер. Ну, В, внимательность. Это хочется отдельно про это сказать, потому что, возможно, процесс состоит из множества итераций. Я остановился как бы лишь на важных самых из них, но, тем не менее, есть очень много таких аспектов, которые стоит задокументировать перед тем, как проводить эти операции, и идти уже по списку очень желательно с кем-то в паре, чтобы можно было контролировать этот процесс, потому что, ну, чтобы не потерять какие-то данные, не допустить ошибок. Вот. Не забываем про not tool flash. Ну, собственно, когда переносите данные, у вас не все данные в данный момент времени есть в ss-table. То есть, часть данных, они все еще висят в памяти, который еще не успел зафлашиться. Ну, в памяти, в commit log. Вот. И, соответственно, если вы запустили ss-table loader, потом эти данные, например, зафлашились, но вы уже его, ss-table loader уже закончился, и получается, что этого хвостика данных может не доставать, как бы, в кластерное значение. Поэтому желательно делать перед тем, как, ну, запускаете ss-table loader, not tool flash. Это поможет вам сохранить данные консистентными и не потерять ничего. Вот. Примерно так у нас сейчас выглядит Cassandra по соотношению количества места занимаемого и количества серверов. У нас сейчас в итоге 32 сервера. Это после того, как мы провели все операции по переносу, получили 32 сервера и около 6 терабайт места. Ну, не так много, но, тем не менее, прирост стабильных где-то терабайт в год даже больше немного. И какой же профит мы получили от этого всего? Собственно, мы получили 5 независимых кластеров. Можно проводить любой maintenance на любом из этих кластеров, абсолютно не боясь, как что это затронет какой-то другой, ну, что это затронет друг друга. Мы изолировали большие кейспейсы с записью от небольших кейспейсов с постоянным удалением или от небольших кейспейсов просто с чтением и записью. Соответственно, изоляция железобетонная. Ну, нам это работает, и это спокойно. Блоки depending tasks на очень низком уровне. Вообще есть ряд метрик, скажем так, на которые можно смотреть. Они не сильно внутренние, но они являются маркерами того, что с Кассандрой все хорошо или плохо. Мы сейчас на этом отдельно остановимся. Собственно, и один из ключевых моментов — это то, что кластеры стабильны и требуют минимум админского времени. Ну, собственно, админ и счастливы, все прекрасно. Можно заниматься какими-то другими, более интересными задачами. Дальше кластера есть, они работают. Надо как-то следить за их здоровьем, чтобы все так же и продолжалось, и все было хорошо. Ну, на одном из прошлых Highload'ов человек рассказывал про то, как они использовали Кассандра и Риппер. Мы примерно с тех же времен тоже попробовали Кассандра и Риппер. И, в принципе, счастливы были. Это штука, которая проводит репейры через… Ну, у нее есть такая красивая веб-морда, и можно там через опишку, например, создавать себе расписание, по которым будут происходить репейры. Ну, можно остановиться детально, на самом деле. Вот репейры, их надо… Ну, их рекомендуют делать регулярно, и по большей части это так и есть. Если у вас есть делиты, если у вас есть апдейты в кластере, то надо делать репейры регулярно, потому что в противном случае во время какого-то форс-мажора, там, например, длительного нода выпало, вы можете потерять какую-то часть данных или получить зомби. То есть далее мы в процессе, и вообще в процессе лайфтаймов этих кластеров мы тюнили периодически конкурент writes, конкурент reads и прочее конкурент… Мы их так обозначили, конкурент звездочка, значения в конфиге для того, чтобы найти оптимальные значения, которые позволят нам максимум выжать из железок кластеров, и при этом не… как бы чтобы они и не простаивали, и работали на полную катушку, чтобы вырабатывали как бы то, что они могут. И один из ключевых параметров, который говорит нам о том, что все хорошо или плохо, бывало даже такое, что все метрики говорят, что все хорошо, но при этом в слоу-логе есть медленные запросы, и это как-то косвенно влияет на приложение. Ну, соответственно, мы берем слоу-лог Кассандры, у него медленные запросы пишутся в дебаг-лог. Соответственно, если его распарсить, можно это все увести в ELK и видеть это на красивом дашборде с трендами и как-то анализировать уже. То есть тогда уже эти данные подаются анализу, можно строить по ним какие-то… ну, делать какие-то выводы. Соответственно, мы поставили в Кассандре слоу-лог тайм-аут 200 миллисекунд, что на 50 миллисекунд меньше, чем дефолтный тайм-аут приложения Кассандры. Соответственно, все запросы, которые… если приложение смогло подключиться к кластеру и начать запрос, и он почему-то отвалился, то мы этот запрос увидим в слоу-логе. Если же оно совсем не смогло подключиться к Кассандре, вот тогда уже нет. Но, тем не менее, вот все медленные запросы, которые по каким-то причинам завершились с exception-ом у приложения, мы могли лицезреть в слоу-логе Кассандры, в ELK. Вот. Очень удобно и помогает прямо анализировать, дебажить. Собственно, какой профит номер два? Ну, репейры… Мы стараемся делать репейры как бы по расписанию и вовремя. Что такое вовремя? Ну, есть gc-grace-seconds плюс еще max-hinted-hand-of-window. Считается, что надо делать репейры раз вот в этот период, то есть не дольше, чем этот период. Тогда это будет безопасно и все хорошо. Ну, мы, собственно, стараемся так и делать, хотя у нас ноды, в принципе, не часто выпадают, но, тем не менее, это позволяет как бы спать крепче и держать кластер консистентным. Вот. И мы в любой момент можем видеть историю репейров, видеть, что… Ну, сколько они длились, видеть, что они там, например, внахлест друг с другом не пошли и так далее, потому что если несколько репейров одновременно начинаются, кластер, опять же, может начать деградировать и будет так называемый compaction hell, когда там куча компакшенов в очереди, все плохо, и время ответа кластера в полке. В общем, все трагично. Вот. Собственно, такого мы как раз-таки стараемся избегать, и благодаря мониторингу, вот, то есть, мониторингу Кассандра Рипера раз в какой… раз в день к нам приходит отчет о том, какие репейры не вошли… не выполнились по расписанию, то бишь, ну, как, не прошли вовремя. Соответственно, это позволяет нам судить о том, что что-то плохо или хорошо. Вот. Ну, как-то так. Вопросы. Рад буду на них ответить. Задавайте. Привет. Спасибо за доклад. У меня два вопроса. Первый вопрос. То есть вы в итоге отказались от схемы с резервированием дата-центров? Да, мы думали… У нас был тогда выбор уйти просто много дата-центров делать. Это, в принципе, работающая схема. Она… ну, я не вижу, как бы, что прямо она не работает и все плохо. Но мы решили просто, как для себя, более железобетонно разделить на несколько кластеров, потому что в схеме даже с несколькими дата-центрами, если происходит какой-то force-major, если делаете какой-то main tenants, например, с вводом, выводом нот и так далее, то там тоже могут быть… иногда может аффектить. У нас был кейс, когда некоторые запросы на Lusin, ну, с использованием Lusin Index, они хоть и были в отдельном дата-центре, но был такой небольшой фон на процессор в другом дата-центре каким-то образом. То есть все равно какое-то взаимодействие замечалось периодически. Поэтому мы решили просто железобетонно, чтобы не находить вот эти связи, а просто быть уверенным. Спасибо. И второй вопрос. Стандартный механизм миграции с версией на версию вы пробовали, не понравилось? Ну, мы на тестовом начали пробовать, плюс начитались разных рассылок, плюс проконсультировались с теми, кто пробовал и огреб, и решили сразу, ну, как бы, делать таким железобетонным способом. Проводили это два раза в прайм-тайм, незаметно ни для кого, без единой 500-ой. То есть это стало, ну, действительно стало рутиной такой операции, которую можно делать прям днем. Еще? Спасибо за доклад. Вопрос такой. Я давно не рисую. Получается, что когда данных становится больше с каждым годом, и, соответственно, способ расширения это добавление новых нот. То есть мы добавляем, добавляем. Рано или поздно наступит период, когда, например, бизнес скажет, что нам, например, старые данные больше пяти лет не нужны больше. Вот для этого есть какой-нибудь в Кассандре штатный подход? Там какая-нибудь, не знаю, партицирование по дате или еще что-то? Или это потом придется все делать как-то вручную и там очень сложно? Ну, вообще, по дате там есть ТТЛ, ну, то есть можно по ТТЛ удалять, грубо говоря, ставить на данные ТТЛ, они будут потом умирать. Но если вы даже, если у вас была не такая таблица, и вы заальтерите ее, так что надо будет проводить репейр всех данных, это, опять же, может быть очень такой долгий и болезненный процесс. Поэтому, наверное, вам проще будет просто начать писать в новую табличку, а эту потом сжечь когда-нибудь. То есть, мне кажется, так самое оптимальное. То есть на уровне таблицы… Ну, я, по крайней мере, о таком способе не знаю, мы такого не проводили. То есть, возможно, в доке что-то есть. Кассандра это запутан. Спасибо. Да, пожалуйста. Привет. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. В Nomad пускаете Кассандрочку? Нет, мы базы… Ну, различные базы держим отдельно. В Nomad у нас только микросервисы с приложением, то есть на ноде. И все. Эластик, Кассандра, все это отдельно на железных серверах. Когда-то запускали в LXT-контейнерах изначально, потом от этого тоже отказались. Ну, Nomad просто он Java умеет. А еще вопрос такой, как перетекают данные? Ну, в смысле, есть ноды, ее надо перенести, ну, в maintenance ее ввести и на свободную, ну, поднять, собственно, копию ноды на другом железе. Как данные переносят с одной ноды на другую? У вас есть механизм? Ну, SS-тейбл-одером. То есть на каждой ноде лежат SS-тейблы, которые уже зафлашились и которые уже, как бы, они уже есть на диске, это прям файлы. И просто есть инструментом стандартным, который стандартной поставки, SS-тейбл-одер. Берем, указываем список SS-тейблов. Его, кстати, можно из системных таблиц с прям айдишниками вытащить. И они одинаковые на всех нодах этого кластера. Ну, то есть вытаскиваем список этих айдишников и по ним прям проходимся. SS-тейбл-лодим, так сказать, все эти файлы в другой кластер. То есть там с ноды на ноду, наверное, это не совсем как бы правильно. Ну, я не знаю, ответил на вопрос я или нет? Да, спасибо. Я тут. Да-да.